Братья и сестры, я вас всех приветствую! Ну вот, честно признаюсь, мне нравится больше, когда получается наоборот, когда для второй проповеди остается меньше времени, потому что, ну, можно просто пройтись по самому интересному, да, и вот как-то, ну, себя чувствуешь намного лучше, наверное, легче. Я думаю, точно так и слушателям нравится, когда для второй проповеди остается меньше времени, потому что обычно, когда вот все-таки подходит время для второй проповеди, мы начинаем невольно, может быть, даже подсознательно задаваться вопросом, ну, сколько же время продлится вторая проповедь. Так что, ну, сегодня у нас с вами как бы выхода нет, ну, и мне придется сказать, наверное, все, что я приготовил, а вам придется послушать все, что я приготовил. Ну, братья и сестры, вот мое желание сегодня предложить еще один отрывок Нового Завета, который, вот в свою очередь, является основанием для понимания освящения верующего человека. Ну, вот в Новом Завете вот таких вот отрывков, которые очень ярко, очень ясно говорят об освящении, их несколько, и каждый отрывок, он имеет свой собственный контекст, какой-то свой собственный акцент, свой собственный уровень изложения. Однако, вот если вот сравнивать многие библейские тексты Нового Завета, которые говорят об освящении, мы заметим, что вот внутри, в каждом библейском тексте вот проложена или содержится, находится одна и та же схема, да, существует своего рода грамматика. Грамматика, которую необходимо выучить вот верующему человеку, чтобы последовательно жить. Вот эта вот грамматика Евангелия, она всегда действует в соответствии с основным правилом. То, что Бог сделал, то, что Бог делает, то, что Бог будет делать, ну, всегда логически предшествует и становится основанием для того, что Бог повелевает. Ну, получается, что благодать Бога, Его Евангелие, ну, в первую очередь, вот что влияет на нашу с вами жизнь, на наше послушание Богу. Я думаю, вот эта грамматика, вот Нового Завета, она как раз-таки и объясняет нам с вами силу Евангелия. Призовы Священного Писания, быть святыми, всегда укоренены. Они всегда обоснованы евангельским учением. Учение, вот если вы читаете Библию, Новый Завет, которое постоянно-постоянно побуждает нас с вами видеть, оно постоянно побуждает нас с вами смотреть на откровение о том, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе. То, что Бог сделал, ну, всегда вот в Новом Завете логически предшествует тому, что Бог будет повелевать или требовать от нашей с вами жизни. Ну, Евангелие не оставляет нас с вами в таком положении, где мы полагаемся только на себя, полагаемся только на свои собственные ресурсы. Ну, и получается, для того, чтобы расти, необходимо погружаться, погружаться в богатство, в благодати нашего Бога, данной нам в Господе Иисусе Христе. Итак, в нашем внимании сегодня будет следующий отрывок. Это, простите, послание Колосиным. Третья глава. Мы будем читать, ну, или обратим внимание на первые 17 стихов. Послание Колосиным. Третья глава. Прошу вас не пугаться вот таким, такого количества стихов. То есть вы сразу можете подумать, какой длинной будет проповедь, да? То есть 17 стихов, ну, можно долго проповедовать. Мы постараемся с вами, ну, ложиться так, как нужно, как должно. Хорошо? Не пугайтесь количеством стихов. Почему? Потому что отрывок очень легко делится всего на три части. Три части, которые, ну, как бы опять логически следуют одна за другой. Итак, вот давайте будем помнить, что вот если Павел говорит об освящении, то у нас есть главное правило, правило освящения. То, что Бог сделал для нас, становится основанием для того, что Бог повелевает. Ну, давайте посмотрим, как этот отрывок, ну, соответствует грамматике Евангелия. Итак, первые четыре стиха. Начало. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Ну, вот представьте себя на месте людей, которые получили это послание. И вот обычно, когда церковь получала вот в то время письмо, его читали всей церкви. Вот я просто представляю для себя, я думаю, это нам сегодня поможет, что вот в воскресенье 21 августа, да, 21 августа, 22 августа, да, пусть будет 22 августа, спасибо, вот того первого века город Колоссы, вот братья-сестры получили письмо от апостола Павла, да, и вот сегодня мы читаем это послание, и, ну, получилось, что мы прочитали уже две главы, да, и вот вы слушаете, и вы читаете, вы уже немножко знаете апостола Павла, то есть вы понимаете, что вот обычно к заключению, только к заключению, он начинает говорить о практической жизни. И вот вы чувствуете, что вот-вот начинается практика христианской жизни, то есть мы как-то, может, более внимательно начинаем слушать, и мы понимаем, вот слушая это послание, что Павел не торопится, он не торопится к практике. То есть ему нужно провести нас с вами снова по основам Евангелия. То есть снова он хочет заложить вот это вот удивительное основание, чтобы еще раз, прежде чем вот сказать нам о том, как жить, чтобы мы с вами вспомнили, вот кто мы с вами в Иисусе Христе. Ну посмотрите, как красиво, как красиво говорит апостол Павел. Удивительный факт нашего с вами единства с Иисусом Христом. То есть Павел как бы приглашает нас с вами, посмотрите, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе. Умер ли со Христом? Воскрес ли в новую жизнь со Христом? И потом смотрите, сокрыты во Христе, то есть в смысле безопасности, в смысле защиты. И затем самое интересное, дорогие друзья, послушайте. То есть Павел говорит, вы можете себе представить, насколько тесно вы, верующие, связаны с Иисусом Христом? Вот настолько тесно соединены со Христом, что в конце истории, в мир Он явится не один. Он говорит, понимаете вы это? Посмотрите, вспомните, говорит, когда явится Христос. Он говорит, вы явитесь с Ним во славе. Вот о чем говорит нам апостол Павел. То есть смотрите, опять вот эти вот основы Евангелия, да, соединены с Ним в смерти, в воскресении. То есть мы не будем разлучены с Ним и во славе. И все, что совершил Христос в смерти, погребении, воскресении, вознесении, составляет наше с вами наследие. То есть вот, что сделал Бог. И далее на основании нашего вот этого единства со Христом апостол показывает христианскую жизнь, ну то, какой она должна быть. И вы знаете, я думаю, тоже он был очень интересным проповедником. Вот, ну есть эта история, где его слушали и спали, да, но все-таки, мне кажется, вот его было бы очень интересно послушать. Вот какая-то вот здесь особенно заложена эта иллюстрация, я думаю, вы согласитесь со мной. То есть он вот показывает христианскую жизнь на примере очень интересной иллюстрации. Как иллюстрации Павел берет одежду человек. То есть вот наша с вами жизнь христианская, он как иллюстрации берет одежду человека. И вот он говорит, апостол Павел, вот одежда, которую вам нужно снять, отложить. А вот одежда, которую вам нужно одеть. То есть очень просто, да, по-детски, мы как будто в воскресной школе. Вот одежда, которую вам нужно снять. Послушайте, о чем говорит апостол Павел. «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть и долослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». То есть вот одежда, которую нужно убрать. А теперь христианская жизнь, посмотрите, он говорит, а теперь украшайте себя другой одеждой. А теперь надевайте другую одежду. Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. А более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Итак, ну в первую очередь давайте будем помнить, что все-таки заложено евангельское основание. То есть только когда есть основание, евангельское основание, то есть верующий человек только потом может быть готов к императивам, к самым высоким повелениям, братья и сестры, только когда стоим на основании Евангелия. Павел говорит, в нас должно происходить умершление. Да, вот откладывание, и должно быть украшение, и должно быть вот диване. Итак, основа для практической жизни – ясно мыслить о том, кто мы теперь во Христе. То есть без этого практической жизни нет. Ясно мыслить о том, кто мы во Иисусе Христе. И получается, что у нас с вами появляется возможность возрастать в святости, возможность расти в освящении, святость, которая теперь является отличительной чертой нашей жизни во Христе. Да, братья и сестры, святость – это отличительная черта нашей новой жизни во Христе. И всю жизнь мы с вами будем учиться. Мы будем учиться жить, как новые личности во Христе. Всю жизнь мы будем думать о том, стараться, да, друзья, думать о себе, как те, кто умер для старого. Мы будем постоянно напоминать себе, что старый образ жизни похоронен в гробнице Христа. Мы теперь должны учиться жить, как те, кто воскрес с Иисусом Христом. Да, мы с вами живем в падшем мире, но, братья и сестры, мы живем, как те, кому суждено разделить будущую славу Христа. Вот только вот подумайте об этом. Итак, отложение старого. Ну, сначала Павел говорит об отложении характеристик прежней жизни. И опять он рассматривает эти характеристики, ну, мы с вами давайте попробуем рассмотреть это как характеристики нескольких слоев одежды. А вот первый слой одежды касается тех аспектов жизни, которые относятся к тайной или личной жизни человека, жизни в разуме человека. То есть именно с этого нужно начинать. Послушайте, блуд, нечистота, страсть, злая похоть и любостяжание, которое есть для служения. Ну, сразу вот попробую объяснить, что любостяжание, старое слово, которым уже очень-очень редко пользуются, это излишнее попечение о богатстве, это излишнее попечение о приобретении земных благ. Но вот сегодня мы с вами пользуемся другим словом, сегодня мы с вами говорим очень просто жадность. Итак, любостяжание или жадность, которая похожа, простите, не похожа, а ничем не отличается от идолослужения. Итак, распутство, безнравственность, страсти, злые желания, жадность. Вы знаете, в том, что говорит апостол Павел, можно заметить, вот развитие или движение. От внешнего, да, вот блуд, да, он идет к внутреннему, распутство, порочность, да, и вот в конце концов он говорит о жадности. Обратите внимание, что вот эти вот пороки оформляются одним каким-то большим принципом, то есть он как бы подводит итог, говоря о жадности, он обращает внимание и говорит, что это идолопоклонство. Вот наша с вами задача, да, вот как христиан, мы прочитали эти слова апостола Павла. То есть мы не только должны предать смерти безнравственность, как внешний акт, но оказывается, вот нам с вами нужно справиться с распутством, нам нужно справиться с нечистотой. Павел говорит, очень важно и нужно справиться со всеми импульсами плоти. И вот я уже обратил несколько раз внимание, это слово, этот список заканчивает, список пороков 5 стиха заканчивается жадностью, ну, может показаться, да, ну, в принципе, что жадность не относится к одному и тому же виду опыта, ну, к примеру, что и блуд. А напротив, апостол Павел показывает нам, что лежит в основе всех внешних проявлений греха. Мы обратим внимание на жадность, братья и сестры, не на саму жадность, но почему Павел говорит, что жадность – это идолослужение. Вот давайте порассуждаем вот следующим образом, да, для чего был создан человек, вот, Богом. Человек был создан Богом, вот, для Бога. То есть это смысл жизни человека создан для Бога, для Божьей славы, как образ Божий, подобие Божие. И вы знаете, вот, когда человек отвергает или отрицает желание в себе к Богу, Вы знаете, что происходит? Вот потребность в Боге не уничтожается. То есть потребность в Боге, в человеке, уничтожить невозможно. Потребность в Боге не уничтожается, она искажается. И вот в этом вся беда, в этом вся проблема, большой страх для человека, в этом опасность для человека. То есть, если нет Бога, на месте Бога, вы знаете, что начинает делать человек? Человек начинает обожествлять то, что создал Бог, обожествлять творение вместо Творца. Об этом говорят первые главы послания к римлянам. Это уже неизбежное правило. То есть, отвергаем истинного Бога, начинаем поклоняться ложным богам, а идолы не всегда принимают форму статуй. Поклоняемся творению, а не Творцу. Ну, при чем же здесь жадность? Вы знаете, вот жадность по-особенному объясняет природу идолослужения. То есть, первопричина греха – это поклонение себе. Вот почему Павел говорит жадность. Первопричина греха – это поклонение себе. То есть, если нет у человека Бога в разуме, человек поклоняется себе. Если нет Бога в разуме, человек поклоняется себе. А если человек поклоняется себе, значит, он желает своего. Значит, он желает только для себя, что мы с вами называем жадность, любостяжание. Итак, на плечи нашего с вами я должен быть возложен крест нашего Господа Иисуса Христа. Вот почему в этот список входит жадность. Лучше всего этот порог показывает идолослужение человека, идолопоклонство человека. Поклонение не статуи, а поклонение самому себе, когда человек ищет и желает только для себя. Вы знаете, вот я представляю себя на месте людей, которые получили это послание, слушали, вот так вот сидя в церкви, да. А мне вот было бы очень интересно, если бы я был членом церкви города Колоссы, да, я бы как-то подумал, вот, меня бы, наверное, сильно удивило вот эти слова апостола Павла, что, Павел, ты вот об этом пишешь верующим? То есть, почему, говоря о практической жизни, номер один – это блуд? Разве первое, о чем говорят верующие люди, говорят о блуде? Да нет, братья и сестры, вы знаете, вот мне кажется, совсем другое. Апостол Павел был очень-очень, или достаточно практич, достаточно реалистичным пастором. Он очень хорошо понимал жизнь. Говорит вот верующим людям, что вот первостепенная область жизни, где необходимо серьезно разобраться. Согласитесь, вот сегодня мы с вами утром слушали книгу, притч, седьмую главу. Ну, как-то неудобно читать ее, да, вот тем более слушать в церкви, да, мы бы сказали, ну, может быть, не надо, вот, давайте пропускать такие библии. Братья и сестры, вот первостепенная область жизни, где необходимо серьезно разобраться. Я думаю, у самого апостола Павла было достаточно опыта борьбы, его личного опыта, ну, и достаточно было вот опыта борьбы людей, которые, может быть, рассказывали ему о своей жизни, делились вот этим вот опытом с ним. То есть, в действительности ведь апостол начинает с самой драгоценной области нашей жизни. Самая драгоценная область нашей жизни, потому что она касается самых близких отношений, в которых только может находиться человек. Вот почему начинается с блуда. Потому что интимные отношения – это самые близкие отношения, в которых только может находиться человек. И Павел предупреждает нас с вами, да, существует целый мир, существует целый образ жизни, мир образа жизни, который должен быть предан смерти. Предан смерти или отброшен распутство, безнравственность, страсти, злые желания и похоти. Ну, вот позвольте еще отметить вам, дорогие друзья, причину написания этого послания, это тоже всегда очень интересно учитывать. То есть, ну, почему Павел писал вот это письмо в церковь города Колоссы? А Павел вот в этом послании обращается к верующим, которые, возможно, в чем-то были разочарованы. Вот я попробую объяснить, вот в чем они были разочарованы. Ну, если будете читать в следующий раз послание Колоссы, ну, попробуйте проверить меня, хорошо? То есть, в чем же были разочарованы верующие, которым писал апостол Павел? Ну, вот бывают такие периоды в жизни, когда вот, ну, слабеет наша с вами вера, да, вот мы соглашаемся, да, бывают. А вот в церкви происходило что-то другое. Верующие были разочарованы своим относительно небольшим продвижением в христианской жизни. Вот главное разочарование верующих в церкви города Колоссы. Они были разочарованы в том, что их жизнь не двигается, в том, что жизнь не горит, что нет огня в моей жизни. Они были в этом разочарованы. Мы бы с вами сказали, ну, хорошее разочарование, да? Ну, посмотрите, вот, почитайте, вот в этом смысле попробуйте прочитать послание апостола Павла. Вас удивит вот то, о чем он говорит. Ну, может, на вашем опыте вы знаете, что такое бывает. Вот особенно, когда человек только обратился к Богу. И особенно, если человек обратился к Богу из язычества, да? Есть вот эти вот первые порывы. Вспомните, потом эти порывы проходят, да? То есть есть первые порывы, мы говорим, мы как будто в раю оказались, да, на крыльях и летаем. Но потом эти первые порывы проходят, и что начинается? Начинается обычная христианская жизнь. Начинается обычная христианская жизнь, и человек думает, что грех вернулся. Человек думает, что грех вернулся. А вы знаете, вот что подчеркивает Новый Завет? не один раз подчеркивает, освобождение от власти греха не означает освобождение от присутствия греха. То есть читать Новый Завет, это невозможно не заметить. Освобождение от власти греха не подразумевает освобождение от присутствия греха. То есть эти два понятия никогда не следует путать. Освобождение от власти греха и освобождение от присутствия греха. Правда, Писание говорит, грех не должен над вами господствовать. Это слова Библии, это слова Святого Бога. Но Библия не говорит о том, что грех перестал вожить. Он будет мучить нас с вами до конца всей нашей с вами жизни. Вы знаете, вот если наобращенные этого не понимать, если мы с вами этого не понимаем, а знаете, вот это становится легкой добычей для лжеучителя. Но опять, если как-то встречались с ложными учениями, с другими учениями, вы можете подумать, что обычно в чем смысл ложного учения, особенно такое учение, которое вдруг начинает охватывать многих людей, как волна какая-то проходит по людям. То есть обычно ложные учения предлагают какую-то высшую форму. Вот высшую форму чего-то? Высшую форму христианской жизни. Высшую форму христианской жизни, ну, к примеру, свободной от трудностей. Высшую форму христианской жизни, свободной от борьбы с влиянием живущего в нас греха. Я вот предполагаю, вот что говорили лжеучители, верующие мысцерки города Колоссы. Ну, что вам, колоссянам, нужно, так это следовать этим духовным законам. Вот вторую главу будет читать, посмотрите. Не прикасайтесь к этому, не вкушайте этого, имейте эти духовные переживания. И таким образом вы войдете в ту полноту, которую так жаждете. Это, конечно, была ложь, но она имела свою привлекательность для искренних, молодых, новобращенных христиан, особенно для тех, которые разочаровались своим медленным прогрессом. Я думаю, это остается большой правдой для нас с вами сегодня. Ну, подумайте, подумайте о себе. Ведь мы с вами, вот живя, не перестаем удивляться, что грех иногда похож, простите за такое сравнение, на луковицу или похож на капусту в том смысле, что отрывание одного слоя просто-напросто открывает следующий. Грех очень часто похож на то, когда вот отрывание одного слоя просто-напросто открывает следующий и так далее, без конца. Постоянно продолжаются болезненные откровения нашей с вами греховности. А вы знаете, вот лжеучению всегда легко подойти именно к такому, потому что предлагается какая-то формула, которая избавляет от греха. Хорошо, предлагается формула, которая избавляет от греха. И вот эта вот колосская церковь, она столкнулась с учителями, которые разработали очень запутанную ересь. Эта ересь, она сочетала в себе элементы иудаизма, христианства и язычества. То есть представьте себе соединить все вместе. Иудаизм, христианство и язычество. Вот эти учителя, они навязывали своим последователям определенные аскетические практики, не прикасаясь, не вкушая и так далее. А вы знаете, почему, друзья, и вот особенно знаете, что говорили, что вот если вы не прикасаетесь и не вкушаете, то это признаки истинного спасения. Вот вы это не кушаете, это не трогаете, это признаки истинного спасения. А дело в том, что вот почему это так привлекательно для нас с вами, дело в том, что человеку очень свойственно считать, что грех – это прежде всего какой-то внешний проблем. То есть человеку очень свойственно думать, что грех – это вот что-то внешнее. И таким образом, если мы лишим себя определенных внешних действий, ну как будто бы автоматически мы становимся с вами святыми. Ну вот, к примеру, если помните, вот, ну, до реформации, до 16-17 века, будь то западная церковь или восточная церковь, самыми святыми считались монахи и монахини. Почему? Ну, потому что, к примеру, на Западе они давали обет безбрачия, потому что они соблюдали обязательные посты и строгие правила. Ну вот, в действительности, это не всегда было так. Не всегда самыми святыми оказывались вот люди, которые жили в монастырях. Сегодня наш с вами язык вот поменялся. Вот, ну, простите меня, я вот как-то преувеличу, да, для того, чтобы с вами поняли, я немножко вот сутрирую. Вот сегодня нам может показаться, что истинное святое заключается в том, чтобы не пить, не курить, не танцевать, не смотреть телевизор. Братья и сестры, я вот не призываю к этому ни в коем случае. Да, ну вот я просто вот преувеличиваю, чтобы мы с вами могли понять, вот, что сегодня это может быть правдой для нас с вами. Вы знаете, вот эти вот признаки, это не признаки святости согласно Священному Писанию. Святые люди в Священном Писании по учению Нового Завета, они приносят плод Духа Святого. Милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение. Дело в том, что возможно не курить, не пить, не танцевать, и при этом не приносить ни одного из этих духовных принципов. То есть мы с вами не должны быть обмануты духовностью, которая принимает форму строгой дисциплин или каких-то особенных диет. Очень важно понимать, что не все духовное является здоровым или святым. Не все духовное является здоровым и святым. Мы с вами должны помнить предупреждение Павла вот даже из этого послания. Вот посмотрите, я думаю, будет очень интересно для себя отметить этот стих, 2 глава, 23 стих. То есть Павел говорит о практиках, которые призывали лжеучители в городе Колоссий. Вот его вывод. Он говорит, что это имеет только вид мудрости. То что-то было там очень мудрое, а Павел говорит, это имеет только вид мудрости в самовольном служении, в смиренно-мудрее, изнурении тела, в некотором небрежении, о насыщении плоти. Вот оставьте, пожалуйста, текст, братья и сестры. Вот если вы читаете по-английски, вот посмотрите, вот немножко в русском языке очень трудно понять небрежение, о насыщении плоти. Я вот попробую перевести вот с английского на русский язык. Посмотрите, как глубоко написано, братья и сестры. Практики лжеучителей дают многое, но никогда не избавят от живущего в нас греха. И вот это конец этого стиха. Они бесполезны для прекращения потворства плоти. Бесполезны для прекращения потворства плоти. Дело в том, что вот любую формулу святости можно проверить, наверное, нужно проверить. Вот в чем заключается проверка. Проверка заключается в следующем. Позволяет ли вот практика, которую нас с вами призывают, позволяет ли эта практика, формула, преодолеть влияние греха не только в моих внешних действиях, но и в моих внутренних мотивах. В частности, братья и сестры, очень важно помнить, увеличивает ли она мое доверие и любовь к Иисусу Христу. Если ничего не говорится об Иисусе Христе, если нет слов о доверии к Иисусу Христу, к любви к Иисусу Христу, в этом сразу нужно сомневаться. Почему? Потому что только в Иисусе Христе мы можем вытеснить похоть из жизни, вытеснить злые желания и победить жадность. Мы с вами спели прекрасный гимн о имя Иисуса. То есть, братья и сестры, это знамя нашей жизни, это девиз нашей жизни. Только Господь Иисус Христос. Ну, я думаю, на этом достаточно. Давайте покинем эту внутреннюю, скрытую жизнь христианина и перейдем к нашей с вами повседневной жизни. Это третья глава послания к Колосинам, вот восьмой стих. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, свернословие уст ваших. Ну, мы опять спрашиваем апостола Павла, что возглавляет следующий список. И опять, ну, и, знаете, можно спрашивать, с одной стороны, гнев. Хорошо? Что имеет в виду апостол Павел? Гнев – это, скорее всего, какая-то выраженная враждебность, которую мы направляем на кого-то или на что-то. Я не думаю, что Священное Писание или Новый Завет говорит о том, что мы никогда не должны гневаться. Мы читаем о таких случаях, когда наш Господь гневался. Или вот в Новом Завете есть такое понятие, как праведный гнев, гнев без греха. Это такой гнев, который не длится дольше положенного времени. Но вот здесь Павел, скорее всего, говорит о какой-то устоявшейся враждебности, внутренний настрой, который проявляется в нашем отношении с другими, может быть, в речи и даже в поступках. Отложить гнев, ну, может показаться достаточно простым увещеванием, особенно если вы очень спокойный человек, да? То есть если Павел имеет в виду, что христиане не должны выходить из себя, мстить или взрываться в ярости, то мы все с ним согласимся. Кивнем головой, да, аминь, брат Павел, мы с тобой согласны. А вот теперь подумайте, дорогие братья и сестры, а что если Павел говорит о гневе в смысле раздражения? Если бы Павел имел в виду только гнев, мы бы могли подумать о других. Но раздражение, а может быть, нетерпение. Или вот раздражение, когда вот что-то идет не так. Как часто вы говорите в себе следующие слова? Вот терпеть не могу таких людей. Терпеть не могу вот таких людей. То есть Павел говорит, что есть такое раздражение, которое характерно для старого образа жизни. И именно о нем он говорит, что его нужно отбросить. Не только увидеть в себе, но и отбросить. Кроме того, Павел добавляет, что мы с вами должны отбросить ярость, злобу, простите, злоречие и сквернословие уст ваших. То есть это теперь уже об отношениях в речи. И вот особенно вот такая речь, которая разрушает репутацию другого человека. Но вспомните слова Господа из Нагорной проповеди, где он говорит о том, что существует более одного способа совершить убийство. Оказывается, и христианин даже может обладать острым языком. Не в том смысле, что сказать что-то такое, знаете, а сказать так, чтобы убить. Вот в этом смысле острый язык. Для чего мы с вами используем язык? И какие слова мы с вами говорим? То есть наша речь, она восстанавливает или она разрушает? И вот продолжая о языке, Павел даже говорит, что очень важно избавиться от грязных слов. Вот эта вот нечистая лексика никогда не будет соответствовать чистоте нового творения. Ну я думаю, анатомически мы с вами понимаем, что все-таки язык, он никак не связан с сердцем. Но духовно, братья и сестры, мы понимаем, что язык как раз-таки связан с сердцем. То есть это именно так. И помните, вот Якова, да, кто же он интересно говорит языке? Он говорит, если человек научился справляться с тем, что он говорит, он такого называет духовно зрелым человеком. То есть признак духовной зрелости – это когда мы правильно используем свой язык, когда мы научились использовать язык. Итак, отложение в нашей личной жизни, в жизни нашего разума, отложение в нашей с вами повседневной жизни. А теперь вот следующее, посмотрите, 9 стих – «Не говорите лжи друг другу». А вы знаете, куда это нас с вами переносит? Это нас с вами переносит в церковь. Почему? А потому что Павел говорит друг другу. Хорошо? То есть и теперь вот мы с вами в церкви. Вот мы с вами на богослужении, мы с вами живем в нашей поместной церкви, да. И давайте вот попробуем порассуждать, вот что имеет в виду здесь апостол Павел – жизнь, общение друг с другом. То есть его теперь волнует то, как верующие относятся друг к другу. Вот вопрос. Смотря на нашу общину, если вы вас спросили, есть ли то единственное, что нам как церкви необходимо отложить? Ну попробуйте ответить для себя. А теперь посмотрите, насколько это соответствует тому, что говорит апостол Павел. Не говорите лжи друг другу. Почему Павел говорит так? То есть почему не говорите лжи друг другу – это для него кардинальный принцип христианского общения. Почему это корень? Почему это то, что сделает наши общения сильными? Что сделает наши общения такими, которыми мы тянулись, но не убегали от этих общений? Интересно, что вот в Новом Завете есть два разных глагола, которые переведены словом «лгать». То есть один глагол, который обозначает «разыгрывать». Это глагол, из которого мы получаем слово «лицемерие». Но вот другой глагол, который используется в нашем тексте, он означает, ну, по сути, быть нереальным. Быть нереальным. Или то, что не существует в действительности. Это глагол, от которого мы получаем такие слова с корнем «псевдо». К примеру, псевдоним. А псевдо – то, что не существует в действительности, мнимое или ложное. То есть именно этот глагол использует здесь апостол Павел, когда пишет «не говорите лжи друг другу». Итак, что скрывается под его словами? Что за идея здесь подчеркивается апостолом Павлом? То есть сообщить ложное о себе с целью ввести в заблуждение. Давайте еще один текст отмечу. То есть здесь, посмотрите, написано «не говорите лжи друг другу». Посмотрите, как этот же принцип подчеркивается в послании к Ефесинам 4,25. В послании к Ефесинам 4,25. «Говорите истину каждой ближнему своему». То есть очень просто, да, друзья? Не говорите лжи, говорите истину. Братья-сёстры, друг другу – это в общении. То есть вопрос касается христианского общения. Итак, апостол апеллирует тому, что считает ключевым элементом настоящего, подлинного христианского общения. Для того, чтобы было подлинное христианское общение. Для того, чтобы был реальный рост в освящении, реальный рост вот хороших, добрых отношениях друг с другом, мы с вами должны перестать быть нереальными друг перед другом. Мы должны перестать быть нереальными друг перед другом, перестать быть ненастоящими. Вы подумайте об этом. Он подразумевает, что нереальность в наших отношениях друг с другом разрушает истинное христианское общение. Ну, причина, я думаю, она очевидна. Потому что, когда мы с вами нереальны друг с другом, Мы постоянно друг друга держим на расстоянии. Мы как будто говорим друг другу, нет, ты никогда не найдешь настоящего меня. Ты никогда не узнаешь, кто я на самом деле. То есть, чем искренней, тем мы с вами ближе друг к другу. Не может быть общения, когда мы держим друг друга на расстоянии, когда мы постоянно уклоняемся друг от друга. Братья и сестры, мне кажется, я думаю, это великий секрет христианского общения. Подумайте о том, что значит быть христианином, братья и сестры. Ведь мы можем поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Кем бы мы ни были, как христиане мы можем поддержать друг друга. Кем бы мы ни оказались, мы можем терпеть друг друга. То есть, вот это христианство. Только подумайте, как это ценно в наше время. Ну вот наше с вами общество, ну кажется, что оно вот как-то распадается, да, все больше и больше распадается со всех сторон. Там маски, не маски, один президент, другой президент. И вот такие страшные-страшные разногласия. Вот представьте себе, вот Бог хочет, чтобы Его народ был свидетелем в этом мире. Бог хочет, чтобы Его народ был свидетелем настоящего, не только христианского, но и человеческого общения. Чтобы можно было заметить, что есть то, что держит людей вместе. Представьте мир, вот кардинальный принцип, который движет жизнью стольких людей. Я не позволю никому знать правду о себе. И подумайте о церкви. Кардинальный принцип, который движет нашим с вами общением. Перестать быть ненастоящими. Ну, еще один, вот то, что касается нашего общения, это одиннадцатый стих, где нет ни Элина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Павел здесь еще раскрывает, ну, я думаю, секреты, вот, настоящего христианского общения или сообщества, общины, которая растет и благоденствует. Вот посмотрите этот секрет или ключ, да, вот все и во всем Христос. Вот как Павел смотрел на церковь, я думаю, этому нужно учиться. Вот как Павел смотрел на церковь, то есть он понимал, что Христос не только находится во всем, но вот Павел смотрел на людей, и он учит нас с вами, что, оказывается, Христос находится во всех. Не только во всем, но и во всех. Братья и сестры, я думаю, об этом стоит задуматься. Вы знаете, почему? Когда мы с вами встречаемся друг с другом, ну, давайте скажем, воскресенье утром, да, и вот попал на глаза вам человек. В первую очередь, что вы думаете о нем? Или кто-то выходит петь, читать стихотворение, проповедовать, да, братья и сестры, вот первое, что мы начинаем думать об этом человеке. Вы знаете, вот принцип, которому учат нас священное Писание, в этом человеке Христос, в этом человеке Господь славы. Вот, братья и сестры, Писание направляет наше с вами мышление. Как думать друг о друге, что думать друг о друге. Конечно, братья и сестры, мы можем быть очень тяжелыми людьми. Мы можем представлять для себя человека, с которым очень трудно общаться. Но как бы то ни было, как бы то ни было, это принцип, это кардинальный принцип, это основа христианского общения. В нем Господь славы. Если в этом человеке живет Господь славы, ну как поменяется мое отношение к этому человеку? То есть я буду готов любить этого человека, я буду готов служить этому человеку, то есть если Господь славы обитает в этом человеке. То есть, я думаю, вот почему Павел говорит, что это один из великих секретов христианского общения. Христос во всех вас. То есть, он вот так вот смотрел на церковь. Итак, в нас должно происходить умершление, откладывание и должно быть украшение. Я думаю, теперь пойдет немножко интереснее, да, и проповедь идет к концу, и немножко интереснее будет рассуждать уже об украшении, да, о том, как одеваться, то есть, какую одежду теперь с вами одевать будем. То есть, абсолютно необходимо понимать, в первую очередь, что вот эти два аспекта нашей христианской жизни откладывать и принимать, да, откладывать одну одежду, принимать другую одежду, они взаимосвязаны. А мы с вами уже отметили, что предать смерти блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание – это не освящение. Это еще не освящение. Знаете, почему? Потому что в центре вот этих всех действий только смерть. А предать смерти для чего? Для того, чтобы облечься в качество Иисуса Христа – это освящение. Предать смерти для чего? Для того, чтобы облечься в качество Иисуса Христа. То есть, у верующего человека обязательно должны появиться новые привязанности. Мы с вами можем сделать все, что в наших силах, чтобы попытаться изменить некоторые аспекты своей жизни, но если изгнание греховных качеств не происходит путем замены, вот плодом Святого Духа, мы неизбежно потерпим поражение. Вспомните притчу Господа Иисуса Христа о доме, который был освобожден от демонов, да, то есть, если дом остается пуст, демоны возвращаются, да, и их становится даже больше. То есть, христианская жизнь нуждается в новом оформлении, то есть, это теперь ритм нашей с вами жизни, новый ритм, который нам необходимо учиться. И вот здесь снова, мне кажется, Павел создает чудесную картину христианской жизни, в которой развивается этот ритм. Все больше и больше мы осознаем, что мы соединены с Иисусом Христом. Поэтому, знаете, вот чем больше мы это осознаем, тем больше мы будем смотреть на себя, да, и мы будем понимать, что есть одежда, которая мне не подходит. Вот так ведь бывает в жизни, да, друзья, есть одежда, которую вы никогда в жизни не оденете, да, то есть, как бы вам ни предлагали ее, да, то есть, какой бы дорогой она ни была, есть одежда, которую никогда не оденете. Вот представьте себе, вы христианин, если так мы должны смотреть на нашу жизнь, нет, вот эту одежду, это мне не подходит, это старый образ жизни, такого не может быть в моей жизни. Итак, вот наше с вами теперь украшение. Обрекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, милосердие, благость, свириномудрие, кротость, долготерпение. Во Христе в новом образе жизни вы постоянно обновляетесь. И теперь Павел говорит, если вы таковы, одевайтесь соответственно. Я не имею в виду физическую одежду, братья и сестры. То есть одевайтесь качествами жизни соответственно. Мы хорошо понимаем, что одежда, она в принципе определяет человека. То есть это правда. Одежда определяет человека. То есть уже физическая одежда определяет человека. Вот идея Павла. Не ходите по миру, как будто вы какой-то духовно обнищавший человек. Облекитесь в одежды новой жизни, которые дадут яркое выражение вашей новой личности во Христе. Я думаю, братья и сестры, вот эта вот новая одежда во Христе, она очень яркая. Ее очень легко заметить. Очень-очень красивая. Она очень-очень яркая. И мы с вами замечаем, что мы должны облечься. Мы должны облечься в те черты, которые так ярко характеризуют жизнь нашего Господа. Ведь это именно его качество. Милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. И вот в этом отрывке мы с вами даже получаем один из ответов на вопрос, что значит быть спасенным, что значит быть избранным Божьим. Об этом много можно спорить. Но посмотрите, как просто пишет апостол Павел. Что означает быть одним из избранных Божьих людей? Это значит то, что вы проявляете качество Его Сына. Вот что значит быть избранным. Проявлять качество Сына Божьего. Во-вторых, он говорит, что мы должны облечься в поступки Христа. Сначала качество Христа, теперь поступки Христа. «Снисходите друг к другу». Сказать по-другому – терпите друг друга. Терпите друг друга и прощайте всякие обиды, какие имеете друг на друга. Прощайте, как Господь простил вас. Посмотрите, что делает апостол. То есть он снова говорит нам о том, что Христос простил вас. И вот если Господь простил вас, он говорит, что это всегда основание, это всегда мотив прощать других. То есть я тороплюсь, спешу поделиться опытом прощения. И вот в Послании к Римлянам, 13 глава, 14 стих, вот эти же истины, Павел говорит немножко проще, очень-очень коротко. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Вот так просто говорили верующие первого века. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Что это значит? Это значит показывать его качества. Это значит показывать, быть одетым качествами Иисуса Христа. Я думаю, вот по-настоящему захватывающий язык, которым общались вот эти вот верующие люди, они очень хорошо понимали друг друга. Вот сегодня, если бы нам сказали «Облекитесь в Господа Иисуса Христа», вы бы начали думать, что это значит. Вот верующие того времени, они как-то это понимали, да, что очень просто понимали. «Покажите качество Христа в своей жизни». «Одеться в Господа Иисуса Христа», то есть принятие той одежды, которую Христос дает нам силой своего духа. Еще одно, братья и сестры, 14 стих. «Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность, совершенство». Но опять немножко вот сложный язык, русский язык, да, что такое совокупность, какой-то математический язык, да. То есть совокупность означает соединение. То есть совокупность – это то, что все вместе соединяет, что есть что-то общее. Совокупность совершенства, любовь связывает все и все направляет к совершенству. Любовь связывает все и все направляет к совершенству. Ну, я попробую продолжить иллюстрацию одежды апостола. «Совокупность совершенства» легко представить себе на примере пояс. Хорошо? Ну, мы сегодня так не одеваемся, как одевались в первый век. Ну, представьте себе пальто, длинное пальто, да, или представьте себе халат, ну, какую-то длинную одежду. Согласитесь, трудно носить эту одежду без пояса, то есть если особенно нет пуговиц, да. То есть пояс очень нужен для того, чтобы быть способным нести эту одежду. Что хочет сказать Павел? Павел хочет сказать, что у нас, у христиан, могут быть всевозможные способности. То есть он говорит, что вы можете быть самым одаренным человеком в церкви. Но если ваши качества, ваши дары, ваши таланты не скреплены любовью друг к другу, если нет пояса, то это будет серьезным искажением нашей одежды. То есть могут быть много талантов в человеке. Очень талантливый может быть человек, да. Но если нет любви, которая все связывает и направляет к совершенству, то это будет очень серьезное искажение одежды. Я думаю, вот представьте себе, бывает у нас с вами такое, ну в церкви или в магазине, мы замечаем людей, которые как-то неправильно оделись, да. То есть это как-то бросается в глаза. Неправильно, что если придем неправильно в том, как одевается этот человек, мужчина или женщина. Вот к чему нас призывает апостол Павел? Одевайтесь так, чтобы соответствовать тому, кто вы есть во Христе. И это означает, что вам нужно связать все вместе, все наши дары, все наши способности, все наши таланты, все наши энергии вместе с любовью. То есть любовь должна охватывать все. То есть имея самые высокие таланты, но не имея пояса любви, мы будем выглядеть неправильно. Это будет очень-очень заметно, да. То есть это будет очень заметно. Представьте себе мужчину, который купил очень дорогой костюм. Купил костюм из самых лучших материалов. Да, вот он заходит в дом молитвы. Еще собрание началось, мы с вами увидели этого человека. Восхищаемся его костюмом, да. Но потом говорим друг другу, знаешь, вот к этому костюму совсем не подходят старые домашние тапочки, в которых пришел человек. Можно представить себе женщине, говорить о женщине. Ну, сестры, купите самое дорогое платье и вместо пояса обвяжите себя куском веревки. То есть люди увидят, как это смешно, это будет всегда заметно. И а к чему эти примеры, братья и сестры? То есть если есть таланты и нет любви, вот что-то будет неправильно искажено в том, как мы с вами одеваемся именно в Господа Иисуса Христа. То есть все должно быть связано любовью Иисуса Христа. Имеем качество Христа, прощение Христа, любовь Христа. А теперь добавляем еще одну одежду. Это 15 стих, да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны. То есть мы с вами должны теперь иметь мир Христов. И Павел здесь говорит не только о чувстве мира в нашем сердце, сколько о принципе мира. Вы знаете, во многих видах спорта обязательно есть судья. И вот когда идет какое-то состязание, там, футбольная игра или, не знаю, какие-то любые состязания, представьте, обязательно есть судья. И вот если судья там поднимает руку или поднимает флаг, все останавливается, то все начинают смотреть на суди, то есть что-то не так. Вот в этом принципе, в этом смысле говорит апостол Павел, мир Христа – это как судья, который должен поднимать флаг каждый раз, когда что-то происходит не так. То есть все должно регулироваться вот этим вот миром, миром Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, я вас предупреждал, да, что я буду говорить все, что я приготовил. Но вот уже все, уже заканчиваю я. И закончить хотелось бы очень-очень простым, очень легким. Вы знаете, вот если, ну, по причине, может, времени этот отрывок не показался вам достаточно величественным, и обращу ваше внимание на самую последнюю деталь, это 17 стих. Все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. И вот эти последние слова – благодаря через Него Бога и Отца. То есть отрывок об освящении заканчивается тем, что в нашем сердце звучит благодарность Господу. Вот чем заканчивается отрывок, хорошо? И все это в контексте христианского общения. Напомню, с чего начинается этот отрывок. Отрывок начинается с пороков, корнем которых является идолослужение. Так что же получается? Получается, что мы с вами совершили полный круг. Апостол Павел сделал это для нас. Он проследил качество старого образа жизни, а именно идолослужение в сердце человека. И он показал нам, что Евангелие вывело нас с вами из тьмы наших сердец. Евангелие о спасении в Иисусе Христе вывело нас с вами из ямы наших сердец, где мы поклонялись себе и теперь в нашем с вами сердце. Звучит благодарность кому? Благодарность Богу через Господа Иисуса Христа. То есть вывело на высоту божественной славы. Оказывается, разницу между старым и новым образом жизни можно выразить следующими словами. Старый образ жизни – это образ идолопоклонства и поклонения себе. А новый образ жизни – это воцарение и главенство Иисуса Христа. Поклонение и прославление Его величественного имени. Имя Иисуса. Оно нам так сладостно. Знаете, вот мне бы очень хотелось увидеть церковь в городе Колоссы. Увидеть ее особенно в то время, когда они получили и прочитали это письмо в первый раз, письмо от апостола Павла. А вот интересно, каким было их следующее общение. Я представляю себя вот на скамейке, если бы я слушал, читая это послание, вот слушая это послание, я бы вот так, вот здесь Павел говорит вот об этом человеке. Я бы понял, о ком он говорит. А вот здесь о другом человеке. А потом мне бы стало стыдно, может быть, я покраснел, я понял, что Павел говорит обо мне. И, может быть, я увидел бы взгляд других людей, что они теперь смотрят на меня. То есть все это нормально, знаете, когда такие мысли проходят наши с вами, когда проходит наше сердце. Но, знаете, вот после прочтения этого в целом, никого бы не осталось в сердце, братья и сестры. Ни меня, ни других. А Господь Христос бы остался в сердце. Вот смысл у Евангелия, вот сила Евангелия, когда никого, ничего не остается, не на кого показать пальцем. Остается только Господь Христос, которому прильнуть хочется, которому хочется петь и которого всем сердцем хочется отблагодарить, не только словами, но и всей своей жизнью, чтобы жизнь наша с вами была как благодарение Богу. Слава Ему. Аминь. Я приглашаю вас к молитву. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.